7 ноября 1941 года, в день традиционного парада на Красной площади у южного берега Крыма, разыгралась новая страшная трагедия. О катастрофе Армении было строжайше запрещено что-либо сообщать. Трудно постигнуть смысл сокрытия правды войны от народа, что несомненно было на руку врагу, но таковы были законы тех. Сегодня 6 апреля 2022 года, город Севастополь, площадь Нахимова. И сегодня здесь организована вот такая вот мемориальная память при поддержке фонда президентских грантов в Центр исследования Русского географического общества. И вот такие вот фактически все погибшие в теплоходы Армении. Он вышел из Ялты и был обстрелян немецкими бомбардировщиками, после чего он завалил. Вот такая вот много фотографий различных, связанных с подводными фотами Армении. На борту Армении находилось достаточно большое количество людей. Вот и можно даже вот более 800 имен установлено уже. Вот фотография этих всех людей, которые погибли на этом пароходе. Более 20 лет шли поиски данных этих походов. Это было в дружине 2000-200 метров на глубине 1200 метров. Здравствуйте. Если у вас вопрос, какие-то связаны? Пока вопросов нет. С нового ноября 2041 года. Ура Пять с половиной тысяч человек Точное число жертв Как и их имена Тех, кто находился на борту До сих пор неизвестно Вот такая трагедия произошла В Крыму В тридцати километрах от Ялты Очень здорово, что организовано такое мероприятие Где расписано, чтобы люди знали о тех людях, которые погибли Вадимир Яковлевич Павлович, командир ТС Армении Вот такие герои были Армения была спроектирована морскими инженерами Ленинградского центрального бюро морского судостроения Под руководством главного конструктора Копержинского Спущена на воду в ноябре 1928 года И вошла в шестерку лучших пассажирских судов Черного моря Состоящей из Абхазии, Аджарии, Украины, Армении, Крыма и Грузии Что касается Армении, то она имела дальность плавания 4600 миль Могла перевозить в классных каютах 518 пассажиров 125 сидячих и 317 палубных пассажиров А также до 1000 тонн груза, развивая при этом максимальную скорость 14,5 узлов Все эти суда стали обслуживать экспрессную линию Одесса-Батуми-Одесса Исправно перевозя тысячи пассажиров до 1941 года С началом войны Армению срочно переоборудовали в санитарно-транспортное судно Рестораны 1-го и 2-го класса были превращены в операционные и перевязочные Курительный салон в аптеку В каютах установлены дополнительные подвесные койки Капитаном Армении был назначен 39-летний Владимир Яковлевич Плаушевский Старпомом Николай Фадеевич Знаюненко Экипаж судна состоял из 96 человек Плюс 9 врачей, 29 медсестер и 75 санитаров В июле 1941 года были повреждены санитарные транспорты Котовский и Антон Чехов А атакованный пикирующими бомбардировщиками Аджария Весь объятый пламенем, на виду у всей Одессы выбросился на мель Теснимая противником Красная Армия в тяжелых боях несла большие потери Раненых было очень много Днем и ночью в любую непогоду на борту Армении до изнеможения трудился медперсонал Корабль совершил 15 невероятно тяжелых и опасных рейсов с ранеными защитниками Одессы и перевез около 16 тысяч человек Не считая женщин, детей и стариков, которых члены экипажа размещали в своих каютах В обстоятельства гибели Армении много загадочного В упоминаемой хронике Великой Отечественной говорится, что свои рейсы из Одессы, Армения, а также Кубань и учебное судно Днепр совершало в сопровождении эсминцы беспощадной Что, несомненно, уберегало эти суда от дерзких атак немецкой авиации Наступление 2-й армии Манштейна на Крым было стремительным К чему командование Черноморского флота и в том числе и вице-адмирал Октябрьский были не готовы Все учения флота перед войной сводились к уничтожению крупных морских десантов И боевым походом кораблей Черноморского флота Никому и в голову не приходило, что оборонять Севастополь придется со стороны суши В октябре и ноябре 1941 года всюду царила неразбериха Из Севастополя спешно эвакуировали все, что надо и не надо Госпитали, оборудованные в штольнях и самом городе, были забиты ранеными Но кто-то дал приказ срочно эвакуировать весь медперсонал По приказу Сталина оттуда были эвакуированы на корабле, только легко раненые Взрывными работами руководил представитель СМЕРШа Два врача отказались покинуть раненых и погибли вместе со всеми И немецкая Россия и Роснажеров не должны занимать какие-то простые проводы вообще Немного больше, чем в Севастополе принято То есть у нас уменьшили, мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова